Мы видим центральную площадь города. Можно также сближивать. Также видим, что камера у нас выходит на автовокзал. И слежим рынок. Юлия сегодня на дежурстве. Ее обязанность – отслеживать ситуацию в городе по данным системы видеонаблюдения. В случае фиксации правонарушения информация передается в райотдел полиции. На место отправляют патрульных или оперативную группу. Во время ее дежурств, говорит девушка, в объектив видеокамер злоумышленники пока не попадали. Система видеонаблюдения в пологах работает около месяца. Результат, говорят, в полиции есть. За допомогою видеоспосережения мы раскрывали злочин. Были и ДТП, когда с места подъем вода у них залишим место подъем. Были и другие злочины. Або с помощью проведения профилактики, если там просто особа, скажем, не скоила, но может скоить. Переводится в состоянии спянения, то есть неадекватно себя поводить. Перед установкой системы в пологах учитывали опыт соседних городов Гулейполя и Токмака. Технически видеосистема, отмечают в пологовской полиции, достаточно качественная. Цифровые камеры передают сигнал через интернет. Это позволяет рассмотреть и мелкие детали в изображении. Две камеры отслеживают главную площадь и центральную улицу Полог. Еще три – автовокзал и рыночную площадку. Такое нововведение городскому бюджету обошлось в 183 тысячи гривен. Планируется, что в центре города появится больше камер. Пять видеокамер, которые установлены, оглядываются, скажем так, минимально. Минимально, потому что основные затраты – это линии обладнания, которые видели в черговой частини, затратная часть там. Видеокамеры не самые дорогие. И еще необходимо установить, для того, чтобы иметь, скажем так, 100% эффект от этой работы, еще необходимо установить 11 видеокамер. Для этих потреб необходимо еще 110 тысяч гривен. Это уже будет, я думаю, новый склад депутатов, выделять эти деньги. Помимо центра, отмечает городской голова, камеры необходимы и в микрорайонах Полог. Расширится ли система видеонаблюдения, зависит от решения новых городских властей.